Рада Говинда, прошу прощения, тут просят перевод. Да, да, я буду рады. А вы его читаете сейчас или это вы рассказываете? Читаю. Читаете? Да, да, и это комментария. Их 55. Нет, в памяти не лежит на великолепной кровати с ручкой, да, Винда Махини. Просто чтобы переводчикам тоже заранее знать, какой мы стих читаем. Да мы сейчас поймем. Рада Говинда is saying that he's returning the commentary of Shilananta Das Babaji, how Radhika is resting during the night time, how she's resting in kunш, in a dark kunш, she's lying on the bed made of jasmine flowers. And she has a sheet, very beautiful and fine, with the color, the color of the sheet is the same as the color of Mohan. И эта голубая простыня, она так, очень дорогая, ей рад, лишь потому, лишь потому, однако чиня, просто она темная, голубая цвет, которая напоминает о нем, ашьян. And then this bad sheet is very dear to her, only because that the sheet reminding her of her beloved, because of this dark blue color. И продолжает Ананта Das Babaji. Это Ананта Das Babaji. Она видит, видит сны, лишь только о нем. Представляете, ей не снится ни секунды в ее жизни. О нем. Все сны видит о нем. И его, его сладость, да, в этих снах. Она доставляет ей такое необычайное счастье. Знаете, как особое счастье. Особый вид счастья. То есть, они находятся там праная, я думаю. И, да, эта простыня дорогая, лишь потому, что она темно-глубая цвета набинает. И она видит сны, ашьян, и ее сладость. Ей доставляет такое особое, необычайное счастье. 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 И внешне, вероятность. Верси номер 55. Радо Говинда, он говорит о комментариях о Анантадас Бабаджи. Он говорит, что эта мечта о Радико была так счастливой и так счастливой, потому что в ее мечте она увидела ее любовь. То есть вот на такой великолепной простыне лежит наше с вами. Но откуда бы мы с вами узнали, да, это видят Рупа и Манджари эти две девочки. Да, одна Дэви, другая Гуру, эти маленькие-маленькие девочки, они входят в комнату, в эту кунжу, и они могут сейчас, могут вместе с ней наслаждаться ее и служить ей в том же деле. И когда эти девочки входят, как же поразительно, поразительно их любовь к свами, да, такое доверие, что она пускает их, да, вот в такие моменты, когда она выходит вот из сна, из сна о нем. Она была с ним, не было никакой разлуки. И там говорится, что вот по счастью, да, Говинда Махини, по наслаждению она прям получала, ну, какой-то особый вид, особый вид, знаете, вот этой Ананты, особый. Но она там одна вообще. Там вообще никого нет. Ни подруг, даже не манджери. It is said that Radhika there in this kunja was completely alone. No psychies were there, even mанджaris were not there at that time. And it is said that in her dream she felt some special kind of bliss. So when these two maidservants, they are entering the kunja, we can see how Radhika is relying on them, how they are dear and close to her. If she is taking them as her very close and dear maidservants and she can share with them this blissful dream. here I want to focus on your attention on a little story. такую, что, то есть, да, лежит наша с вами, вот так она о нем думала, так она. И эти девочки входят, чтобы послужить их, да, с любовью. Она тогда была, вот, человек, говорила, что как поразительных любовь. И они подходят, эти девочки, да, теперь я их считаю по тексту. Они подходят. Так, рупают ухо сейчас кровать, чтобы как-то послужить самим, ибо она просыпается. И она, знаете, так, она приоткрыла глаза. Ну, и как бы, знаете, ну, она оттуда, она оттуда, она еще, ну, возможно, она еще смолкана. И она, говорится, рада. Почему, да, вот эта степень доверия, да, какие они? Она испытывает никакой застенчивости к этому другу, надо же. Ибо их настроение, служение, оно пропитано так же особой, особой дружбой со с вами. Рады, рады. Вот. Here, it is said that this special service to Radhika is very, very close because she's feeling no bashfulness and no shyness with these girls while her dreaming she felt some special type of closeness with her lover and now when she's awake she's always she's also in this state in this special state in this special condition and she is not shy at all to share this condition this her condition with her maid servants да и наша с вами да вот представляете теперь она туда бабоча нас возвращает на ум, на сердце на чувства с вами и она сейчас смотрит на девочек приоткрыв глаза только что о нем она была с ней о нем и она туда ее называет очаровательная, дающая и наша с вами с вами она знает она знает ум и сердце этих двух девочек и поэтому она позволяет слушать ее и в этом сваминь и в этом очень очень generous because while this her special condition, special state after dreaming, after this closeness, special closeness with her lover in her dream, she let these two girls serve her because they're very dear to her that's why in this verse she's called very merciful very generous and it's like, when when the girls our gourmand came, it's a happy she, you know, she said, she's her 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 Какая она оттуда, знаете, в щелочку, сквозь глаза, да, там такая нескончаемая красота, знаете, энергии расплавленного злота, она наполнила всю кожу, и она осветила этой любовью, пропитала его, пронизала кровать, ряны, сердца кинкали, их тела, и дальше ее сияние превратило, там сидел, вот по тексту я читаю, говорим, что яма Сундара, его превратило в золотой, и поэтому, да, то, что дает нам Нитайгор, принесли, да, это и сделала Гаура Сундара, дать господочитание, да, золотым, то есть от Кришна оттуда выпал, вот этот золотой, помните, до него доходит эта вот эта волна сияния, и он такой, раз, вторую калинию, хоп, и выпал, ну, там сходил, сыграл, рады, рады. Не знаю, что он говорит. And here in commentary, it is said that when Radhika is opening her eyes in a great bliss after this special dream, it is said that the stream of this universal love, like a molten gold, is... is coming all around the kunja, it's like piercing everything, every object of the kunja, and even hearts of her maidservants, and even Mohan, who is sitting in the corner of the kunja also, he's pierced by this molten gold, he's pierced by this molten gold love stream from Radhika's eyes, so he become golden, and the Gaurasundara, and our Gauranga, the golden form, it's like this very form of Krishna, who is pierced by the golden love of Radhika. Yeah, and here I, you know, I'll repeat the last one, and I'll give you the last one, and give you the last one, because there will be a question, of Ramadan, and... and, you know, come to... and... I, I'm like послед To those children, they pay attention to the truth, they imagines, do you want to serve, with love, you're going to receive so much довive from Radhika, and they see that Radhika, which, remember, she was in the same way with your eyes, И оттуда, приоткрыв глаза, глинула волна потока золотого сияния, которое осветило всю всю кунжу, кровать, сердца кинкови. И это сияние превратило до рядом сидящего сияма с золотой. И он из черного стал золотым. И вот мой маленький вопрос. Вот это состояние Домодара. Да, вот это состояние Радхики вот там. Знаете, за вот этим занавесом. Вот эти сны, сны Радхики о нем. Что ты думаешь, Домодара? Дуги, скажи, пожалуйста, два слова про Ленина. Перевод, перевод. И теперь Рада Говинда, он повторяется, потому что он хочет рассказать, чтобы наши сенеры, сенеры Ваишнавы, то share their feelings, то share their opinion, their feelings on this scene. How Радхика is in her blissful dream while he was united with her dear most lover. And then she's opening her eyes with a special love feeling. And all the kundja becomes filled with this golden love light. And everything becomes golden there. So please, dear Vaishnavas, he's asking now Dhammadara Prabhu to share. And all the senior Vaishnavas here, please, share on this beautiful scene also. Рада. 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 занавесом произошло событие которое изменило ее понимание себя и она открывает этот занавес чтобы явить миру новый мир чтобы видеть новое понимание новое чувство первое, он говорит, что это очень мистерия, это очень мистерия момент, и он полностью спрятался в эту сцену, в эту медитацию, и он говорит, что он встал his mind has stuck in this moment, while Radhika is a little bit slightly, she's opening her eyes, and it's like, you know, it's like a curtain in the theater, a little bit open and like he's comparing this like a curtain of tears, because she's very emotional that time, and she's revealing to the whole world, to all the worlds, this new understanding of of her lover and of herself also, some new understanding in this she's slightly opening like in theater, like in theater, these curtains are opening там же и там же в этом состоянии есть расширение, есть расширение этой красоты, она исследует свое чувство, и это чувство становится образом, мы не можем постигать безобразное имперсональное, мы постигаем только образ через свое отношение к этому образу, и она постигает себя через это отношение, она постигает именно это, отношение к этому образу. Because we cannot understand and know something without image. It will be some impersonal approach if we will try to explore something without image. So for Radhika, it's like some new experience to explore herself because her emotions are always expanding and expanding and expanding. And here is also the surprise that Anjari leaves her in the condition of this experiment. They are standing there. They are able to enter the sleep. They are able to enter the sleep. They are able to act there in her sleep and perform there in her sleep. And when they are ready to enter the sleep, и служить там, по ту сторону закрытых век. Но сейчас происходит главное событие её вечности. Она постигает себя, постигает своё чувство по отношению к Мохану. И это чувство является тем главным событием всей вечности нашей, каждого. Этим вулканом, этим главным событием, кульминацией. Она проживает эту кульминацию и, открывая глаза, меняет бесконечность. И Манжарис, they are, for sure, they are able to serve Radhika even in her dreams. They are able to come to her dream to serve their svamini as they are doing it in their reality. But they are not disturbing her because they understand her heart. They understand that now she is exploring this, the depth of her feeling to Мохана. And that it is the main occasion of her eternity. It's a very important moment and they are not disturbing her under these curtains of her lids. So they are coming after she finished this, although they are able to serve her in dreams also. Она есть кульминация, она, она есть непрерывная кульминация, она есть непрерывная кульминация вечности. Она постоянно генерирует этот нектар, она постоянно генерирует это самоисследование. И плоды этого она приносит в ту реальность, в которой пребывает Манжарис и далее расширяется на весь мир. Радика is continuously, she is expanding and she is culminating of the feelings and this results of her exploring these fruits, she is giving to Mangeris, she is giving to Mangeris, and this process is eternal. И когда она видит сон о Шьяме, то Шьяма видит сон о ней, они же встречаются там, по ту сторону её закрытых век. Они же там вместе, до Бадара, да? Да, это удивительно. А это удивительно, хотя они вместе, но они встречаются во сне. Когда она закрывает глаза, он тоже закрывает глаза, и они встречаются во сне. Это как с просадом, когда он ест её просад, он встречается с ней. Он встречается с ней, он закрывает глаза и встречается с ней. Когда она ест остатки его сладостей, она встречается с ним, закрывает глаза и встречается с ним там. И здесь тоже они вместе, но они закрывают глаза. Если мы сейчас перенесём свой взгляд на Ачьяму, то увидим тоже его в слезах, приоткрывающем свои веки синхронно. То есть у неё открываются глаза, и оттуда льётся свет, и у него он тоже не знает, кто он. Он тоже в этом состоянии прана, и он открывает глаза, и он растерян. Он растерян, а она пронзает его этим сиянием. Пронзает его сиянием, потому что она первая, потому что она всегда первая. И поэтому он бегает везде с этим флагом, красным флагом победы Шримати, везде бегает с ним, потому что она всегда первая, она всегда побеждает, она всегда первая. И здесь она тоже первая. Она первая ныряет в это исследование. Перевод, перевод, пожалуйста. Кто ещё всё растеряю? Я сама начинаю погружаться. Мне очень тяжело в этом. Мадара, о чем они плачутся? Какая у них разлука? Подождите, подождите. Подождите, потому что все будут потом возмущаться, и мы все ничего не понимаем. Мы так все наслаждаемся, и никто ничего не понимает. Сода Модар Прабу is saying that Радика и Мохан they're meeting in their dreams. While Радика is dreaming about Мохан, Мохан also dreaming about her, and they're able to meet behind these closed curtains of their lids. But when Радика is opening her eyes, Мохан also is feeling the same. It's like Pranayah's state, like when Shama is taking Prashadam, he's meeting his beloved, he's also closing his eyes and taking Prashadam, she cooked for him, and he's relishing her lips, and he's meeting with her directly while taking this. And Radika also, when she's tasting the remnants of Krishna, she's also meeting with him directly, like this. So, they're able to meet each other, even with the eyes closed. And now, when Radika is opening, a little bit opening her eyes, Mohan also starting to open his eyes while he's singing in the corner of the sponge. But Radika, Damodar Prabhu was like, but Radika is always the first. She's the first one who's opening and immersing everything with this golden light of her love. She's always the first. She's always the first. That's why Shama also, always running with this red flag of Radika's glories, of Radika's love, because she's always the first. And Radha Gowinda he's asking, and Damodar, he's saying that the tears in the eyes of Radika and Mohan also, they have some tears. And Radha Gowinda he's asking, why? Why they're crying? Why the tears on their eyes? Because это новое чувство, ее новое чувство. Ведь образ возникает из чувства. Образ возникает из чувства. Чувство первично. То, что чувствует Radika первично. И новый образ шьямы, новый образ, новое понимание себя. Шьяма обретает новое понимание себя, новый образ себя. И он хочет познать этот образ и становится Гаурой. Дамудара is saying that why the tears in their eyes? Because both of them have new feeling. They discovered some new feeling to each other. That's why these emotions with the tears there. Дамудара, это за этим он сюда приходит, да, Гауранга? Да, 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 да. А еще раз повторите, пожалуйста. Образ возникает из чувства. Image is the first. Образ первичен. Чувство первично. They are the first, and image is the second. Образ соткан из чувства. Образ соткан из чувства. The image is made of feelings. Образ соткан из чувства. И Радика, познавая новое чувство себе, ткет новый образ. And Радика discovering new and new fresh feelings in her, she is making these new images. And Shiyama, he recognizes the new image of himself through her. And she is eager to know this sweetness of this new image of himself. Поэтому весь становится золотым. That's why he becomes all golden. становится Гаурой. He becomes Гаурой. Это бесконечно, это бесконечно, это бесконечный процесс. В этом динамика вечности, в этом динамика, сладчайшая динамика вечности. And this is the eternal process, and this is the eternal dynamics of expansion of the eternity. В ней нет статики. There is no this static. А она бесконечно динамична. It's endlessly dynamic. Она переходит из расы в таттву, через кульминацию самопознания. It is going, it is passing through таттва, to rasa. От таттвы к расы. Да, есть от расы к таттве. От расы к таттве. From rasa to таттва, through some culmination. Через кульминацию. Это всегда прыжок в неизвестное. В непознаваемое. This is like the jump, some jump to unknown. И когда Радика закрывает глаза, она прыгает в эту неизвестность. And when Радика is closing her eyes, she is jumping to this unknown. Прыгает в свое чувство к Шамасундаре. She is jumping into this new feeling, her feeling to her beloved Шамасундаре. Поэтому ей так дорого, это простынь, которую она обнимает. That's why this bad shit is so dear to her, and she is embracing this bad shit. Спасибо, Радхагавинда, потому что сейчас у меня появилось понимание того, что мы можем входить туда. То есть мы можем находиться там, по ту сторону ее закрытых век. Дамодара, маленькое уточнение. Знаешь, как мы готовы. Вот на этом примере. Да, готовы, готовы. Готовы. Ты как бы, знаешь, вот селись, ну, что это. Да. И ждем, на котором волны, да. Вот это проснется, она не проснется. И мне, подожди, маленькое уточнение. Гавина Батин, не надо переводить. Дамодара, дорогой, спасибо тебе, брат. Но ты открыл, знаешь, какой. Я тебя как это. Мы как ученики, она тогда в Бабаджи, но он ведет. Помните, я говорил, мы должны в проповеди, да, вот погружении, в Баджине. Мы должны всегда вести три линии, которые ты сейчас открыл только две, радуги, мишьян. И, пожалуйста, вот последний, я как самая последняя, Кинкари, я прошу тебя, вот как этот поток, вот этого состояния, да, вот через приоткрытые глаза, как это ощущают наши гуру Деви, наши гуру Манджари, урупа и раки. Хотя бы вот два слова. Представляете? Перевод. Перевод, пожалуйста. Дамодар Прабу и сказал, что он очень благодарен для Рада Говинда за эту вопрос, потому что сейчас он понял, что мы можем служить Радика, даже behind these closed eyelids. И мы должны быть готовы, они говорят, мы должны быть готовы служить. Они относятся к... ...иному проявлению. Есть три единства. Три единства, познающие, познаваемые и сумма познания. Они являются тем, что... Они являются творческой потенцией. То есть той потенцией, которая собирает весь нектар, а потом приводит его в творческое воплощение, в творчество, в большом смысле, в большом, гигантском смысле. Это Баладева-татва или Анангаманджари-татва, Миттай-татва. Это расширение мира, физическое, фактическое расширение бесконечности. Это творение новых миров. Дополнение этих миров живыми существами — это единая линия, это единая пульсирующая красота. То есть это единая пульсирующая от центра, пульсирующая красота. И здесь они относятся именно к этой контролирующей и творческой потенции. Другими словами, они вбирают это понимание, новое понимание, с тем, чтобы потом его выразить в творчестве, в служении. Они вбирают это, вбирают, чтобы потом вернуть это. Они же как бесконечные плёнки или как бесконечные носители с бесконечным объёмом. То есть они впитывают бесконечное количество этих эмоций для того, чтобы потом эти эмоции воспроизвести в нужное время, в нужном качестве. Воспроизвести. И, возможно, сейчас у них уже появилась идея, так как они контролируют себя. У них появилась идея, они не теряют себя. У них появилась уже, уже есть идея, как это. Можно переводить это? Да. Так, я про триединство. Триединство кого? Познающий? Познающая. Познаваемая. И сумма познания. И вот сумма познания, это и есть вот эта Баладева татва, да? Да, 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 это сумма познания. Он говорит, Мадар Прабу, он говорит, что есть тринити of three factors. The knower, the person who must be known, and the sum total of everything. And this sum total is this, he's saying Baladeva татва or Ananga Manjeri татва is this potential, this potency is collecting the feelings of this to first, and they're making from this some creative energy. That's why this татва, Baladeva татва, or Ananga Manjeri татва, Manjeri татва, it's like this potency is able to create, to expand the world, to create some new things in everywhere, yes, and in spiritual realm here also. Так, значит, я сказала про вот это триединство, про творческую силу, которая распространяет всё, увеличивает. Дальше я не помню. И в Ananga Manjeri, которые относятся к этой энергии, они же запоминают, они бесконечные, они бесконечные, ёмкость их памяти бесконечна, то есть они обладают бесконечной способностью запоминать все нюансы чувств в свамине. И они вот держат, и потом куда они это распространяют. Затем они относятся к творческой потенции, то есть к тому, что творит, за тем, чтобы потом создать нечто. Поэтическое произведение, муниципальное произведение, любое другое, то есть они идут в творческую потенцию, в творение, как в большом смысле Ananga Manjeri творит, расширяет Гоголоку, творит эти элементы, исходя из этого чувства, из центрального чувства. Так и они тоже являются частью этой потенции, этой энергии. Они также, у них появляется вдохновение выразить это через песню, через танец, через художественное творение, через игру, через все, что угодно. В нужное время, в нужном месте они явят это новое понимание, явят эту картину. И Дамодар Прабу ist saying that Манжа is there, this creative energy, which is collecting these feelings of Radhika and Mohan, and because they have this unlimited memory, unlimited capacity to remember everything, and they are collecting and then they're making this creation of some new stories, of some new things, based on this couple's feeling? Вот у меня такое понимание. Да, Мадара, а можно маленького уточнить? То есть они получаются как энергия, творящая, познающая, расширяющая, искусственная. Она, по сути, рада же не может в этот момент. Она там, она в нем, она с ним. Она всегда в процессе. Она не выходит из процесса. Нами, нашими гурдеви, она рисует вот эти картины, вот это наслаждение, постижение. То, что она ощущает, она выдает через них. Через наших гурдеви. Да, потому что то, что видит она, она переживает чувства, но чувства, они отрывно связаны с образом. Они видят образы. Они видят то же, что и она. И они видят образы. Они видят образы. И они запоминают эти образы. То есть это не безобразное чувствование. Это чувствование в образах. Этот новый образ, они в нюансах со всех сторон, в нюансах запоминают именно этот образ, который кристаллизовался у неё в сердце, в её сознании. Они запоминают этот образ для того, чтобы потом помочь этому образу состояться. Охрененно, да? Да. То есть они потом, получается, они рисуют. Они помогают. Они помогают Шимасундаре. Они Шимасундаре помогают этот образ обрести. И поэтому Гауре приходит. А приходит Гауре, приходит Рупага с вами, приходит Рати Манджаре. Они помогают ему этот образ весь воссоздать, воссоздать, воссоздать этот образ, воссоздать этот образ. И это новое понимание себя. Это новое понимание вечности, новое понимание себя. Они помогают ему в деталях, в мельчайших подробностях. И Манжирис, он говорит, что Манжирис, они это force, они эти личности, которые помогают Радика memorизировать эту имя. Дамодар Prabhu говорит, что когда Радика в процессе, она не может express, she's just feeling, every time she's in moment, every time she's feeling like 100%, but Манжирис, they are standing from sight, they see all this image, and they're memorizing this image in fine details, they're memorizing everything in order to help them afterwards to help to create this image, to Krishna, to know that he knows himself more, because he's unlimited, and he's knowing himself like again and again, and when Shamasundara is coming as Gaurasundara, also comes Rupa Goswami and Shila Raghunadha Das Goswami and as Mangeris, they're helping Gaurasundara to build this whole image because they know each and every detail, they're helping him to restore this, the whole his image as it is. Gaurasundara and she's asking, and she's like, I like to talk about what we are talking about Ananda Dasbabadha and he has a moment, three roads, heart, love, Кришны и какой-то кинкаре, который совершает, творит этот баджан, рисует эту картину, нарисовала. И Ананта Дасбабаджи, он всегда как я для себя как урок принимаю это, что он дает совет нам, практикующим, вот сейчас, здесь, вот как мне, да, вот с моим, ну, как мне следовать, как мне развить эту жажду, вот такую жажду, вот эту красоту, однонаправленность, о чем ты выше говорила, о кинкаре. Как мне, как практикующему садуку, это достичь. Рада Говинда, я привожу. Рада Говинда Прабу is asking, because Ананта Дасбабаджи is always practical, and he is very merciful to ordinary садакас, those who are not in this бава yet, but he is asking how to develop this greed, to feel all these things, to know all these things, to participate in all this. So, he is asking how to develop this greed. на многие твои вопросы я до вопросов не знаю ответов. когда приходят какие-то ответы, они приходят с картинами. И сейчас пришла прекрасная картина ожидания, когда Манджари не дышат, они не дышат, они не шевелятся, они ждут, они замерли. когда Ратика откроют этот, когда они чувствуют процесс, они наблюдают его внутри себя, они наблюдают этот процесс внутри себя, но они не закрывают глаз, они не закрывают глаз, они не моргают, они не закрывают глаз, они пристально смотрят, как Ратика, она переживает внутри, она шевелится, с ней что-то происходит внутри, и они чувствуют этот процесс, они, возможно, они видят какие-то всполухи картин, которые возникают у них в сознании, но они ждут, и вот наступает момент затишья, когда Ратика затихает, и вот эта тишина, бездвижность, и первое открытие, вот это открытие этого портала, этого портала, и вот медитация на это, на это ожидание, на не дышать, не дышать, не моргать, а быть в состоянии ожидания, ожидания вот этого нового понимания, нового понимания мира, нового чувствования, нового, потому что сейчас с вами подарит всему миру новое понимание себя. Она первая, она победительница, она подарит это и им, и Шимасундре, это новое понимание, что есть мир. And Дамудар Прабу is saying that actually he is confessing that he doesn't know the answer. When he is answering in the process of answer, I want to read this question. In the process of answer is coming to him. So I'm interested. And I want to play in the house if you want to play in the house. If you want to play in the house, we will be there anywhere. With guitar, with guitar, with guitar, with guitar, with this state. There is even the moon, nature, you open your eyes and you're everywhere. And this dark forest, these kundji. And Dhamudara, how I love you. Very emotional. Very emotional. And so, Dhamudara Prabhu is saying that he doesn't know the answer until he is starting to answer to Radha Govinda's question. And the answers are coming to him in some pictures in his mind. And now, when Radha Govinda was asking about this greed, how to get this greed, the picture in his heart is like this, that these manjaris who are standing and looking at their svamini, they are standing still. They are like frozen because they are waiting. Radhika, when she is dreaming, she is very, very emotional. She is moving and she is in great emotions and they are just freezing and they are just waiting for her. And when the process inside Radhika is over and she is somehow relaxing, then her eyelids are a little bit like opening and this is the moment like this explosion of love of concentrated these her feelings like the pinnacle of her inner transformations, inner emotions. And Radhika is the first who is opening and manjaris the first who are catching this power of her loving glance. And they have the ability to understand this image which Radhika is transmitting to them and to understand some new understanding of the depths of her love and about her lover and everything. And Rado Govinda was very, very excited and he's saying that he loves him so much and Rado Govinda is sadhana and he's singing in the forest. He can sing like the whole night. He's going to the Siberian forest with a guitar and he's singing bhajans and doing this fireplace and singing there like making the night long meditation and he's completely drowning into these meditations. so he's inviting Damodar to share this and he's saying that if we were together it would be something something very new and emotional like this. Rado Govinda wants to continue reading the commentary. То есть рада, эти кинкари, они начинают служить, они садят ее, садят и начинают наряжать, украшать. И каждый атрибут, то, что они вешают на нее, либо втирают ей, либо одевают, каждый этот атрибут, он сделан, знаете, как намолен этими девочками, знаете, как шаманки. Они же там в Пурномасе тоже общаются, они, знаете, как заговаривают, вот, чтобы любовь в Радхике Кришне, чтобы усилить ее до бесконечности. И они одевают красное одеяние, да, и вот заговаривают страстной любовью. То есть если рада смотрит на это, у нее страстней, она не может, то есть она сейчас побежит, секунду. Вот они такой, вот это подъюбник, подъюбник красный. Представляете, что они закладывают, да, какую севу делают эти девочки. Внешнюю и внутреннюю, как она говорит. И эти манжерисы, когда они делают их семь, они не делают это механикально. Они делают это механикально. Они делают это механик. Они делают это механик. Мохам более сильным, для того, чтобы их общий любовь более сильным. Так что их служба не обычная служба. Это очень глубокий служба. Они начинают рисовать вот ей новую новую реальность. Создают то, что она там испытала. Они творят. И они покрывают ее грудь. Грудь. И вот это, помните, минуту назад спяешь. Они покрывают ее на будущую игру, которую сейчас будет. Блужка любовного гнила. Любовного гнила. После Радика was dreaming и when she woke up, she realized some new feelings to her lover. And the manjeris, they have taken this new image and now when they are putting the clothes on her, when they are dressing her, they are trying to express this new feeling of love in this new outfit. So they are putting on her some this petticoat red. Подъюбник это что у нее? Была, я не перевела. Под цари, под юбочка такая красная. Да, 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 и что он означает? А, она сделана из страшнейшей любви к Риме. Страстной. And they put on red petticoat which made of passionate love to Krishna and also they are putting to her breasts they are putting the blouse a blouse сделана из гнева? Любовного гнева, да. And the blouse they are putting on her breasts made of loving anger. these man 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 Да, и затем эти две девочки, знаете, они начинают натирать ее мазями, мазями, и что же это, знаете, как, это как бы мазь там, киноварь, сандал, но, знаете, как они заговаривают, они накручивают, вот здесь, да, между строками Говенда Махини, я от себя добавлю, здесь Ананта Дасбабаджи заложил вот в этом описании, да, как о деянии вот этих манджерей, величайшие секреты тайны. То есть каждый жест, нас, всех наших Гуру Дэви, да, включая Нита и Город, включая Романа Дараев, они делают Севу для того, чтобы усилить ее чувства для него, для него. Рада, Рада. Да, и наши рупаль, манджери и тулы, они называют ее киноварью, киноварью. Красная, знаете, очень яркая, этим красят стопы, такой лак, лак, но это в состоянии любви, но заговаривают они ее на красоту, на красоту. И затем сандаловая паста, это паста любви подруг. Да, то есть Рада ведь тоже подруг. И третья, это сияющая улыбка. Сияющая улыбка. И то есть каждый, каждый вот этот знак, педавин Дамахини, еще от меня, у вас же текст есть, должны, вы прочитаете, да? Да я не могу найти. Вот этот каждый символ, да, мы должны понимать, как кимкари, вот это сознание, да, рагунатхи и рупы, то есть он должен напомнить ракхике, да, нашей свамини, о нем, да, чтобы его сделать счастливым, чтобы, знаете, вот его в эту реальность, как Тамадар говорил, чтобы он, вот это непознаваемое, оно свело его с ума, и чтобы он утонул вообще в этом. Рада, Рада. Рада, 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 Рада. Это очень приятно, что оказалось, что он не будет. И он работает. И он еще подчиняется. Да, и куда бы, да, мы помним такого состояния да сейчас с вами, да, откуда она вернула. И вот чтобы все в этом, знаете, как Дамодар говорил, новая, новая, познаваемая, непознанная вот эта реальность, и если она бросит глядь на груди, то они ей там нарисовали, представляете, что творят девочки, они ей рисуют прям эротические картины Радхи и Галинга, Радхи и Шиява, ну чтобы то, ну вот что надо, в общем, ты не добывай, все чудесно, но для него, беги к нему, и там, знаете, она бежит такой, ветер за ней какая-то, Она ломится там с караваном кисками, ломится туда, да, и они рисуют это на груди, ясно, вот это и нежный, это и только что проснувшийся Радхи And we must remember that Radhika, in which state was Radhika during her dreaming, because she just woke up from her unusual dream. So, Manger is understanding all her new emotions, they're trying to express it while ornamenting her, so they're taking the brushes and some red paint, and they're painting on her breast some erotic pictures, how Radhika is rushing to meet her lover, and like Manger is like this wave behind her, and all of this they're making to make more eager to her lover. И затем наши две кинкови, они намазали нас, она такой, яйца, они начали заплетать ей кофе, они заплели косу из этих кофе, и знаете, как заговорили, Доложили новую, нарисовали на новую игру, они туда вплели Лиану, скрыто в гневу, и противостояние, противостояние своему возлюбленному шляве. Ха-ха-ха-ха. Ааа, чё в Анжеле говоря? Противостояние гнева вплели Лиану в её кофе. Рада. Ааа... И трикуми перефте, разублетри... В чём頭 у Низиву, так���но ееắc opsор, а пристой, فورты tekстюра. с ее любимой душой, чтобы сделать эту уверенность миграя Мохам. И чтобы успокоить, да, вот эти состояния, вы знаете, а это же как бы как океан, да, про Бадхананда наш возлюбленный увидел, он океан чувствует, и то есть чтобы успокоить, эти две девочки наносят на лицо, на луноподобное, вот такое сонное, да, вот в того состоянии, она только что с Моханом, она вышла, она была с ним, она помнит, она там еще, и они наносят пудру, пудру ее спокойствую, спокойствую. И тем не менее она была неспокойна, а неспокойство украшало ее тело. Накрутили таким, в карусельку, это, расслабите, рады, рады. So we can see how manjeris, they're putting on Radhika so many things that will, like, that will make her feelings, like, contrary to her beloved, to her lover. some angerness, some man, and they're finishing the outfit of Radhika, placing some powder, facial powder on her chips, and this powder is made of calmness, they're trying to calm her down, but anyway, Radhika is in, not in a calm state, she's in some agitated state. Yeah, and then our two gurman, this is a group of people who put into the face, they put from the gold of the pan, that's what was in the pan, some kind of конфetti. Pan, that's what that's what представляет, they're saying, and they're going to and he's 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 and this pan, when she's and she's and she's and she's and she's and she's and she's Яркими, яркими, краснучими ее глазами для него, чтобы это было знаком, знаком, да, для кого-то, что ну вот, целуй уже, целуй. Аминь. И затем одна из кинкари, она садится, садится глаза, глаза Радхики, вот эта тушь черная, но она была, знаете, как заговорена подводка, вот эта непредсказуемость в любви Радхики, непредсказуемость в любви Радхики. То есть она ошарашивает Кришну так, что он... Да, и затем наши девочки надевают на нее сари, шелк, 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 вот подобная простынь. Сари сделанная из ее достижения. Затем, пожалуйста. Затем поверх сари, эти две девочки, наши гуру кинкари, они украшают ее цветочными гирляндами, гирляндами ее божественных любовных качеств. И затем наши гуру кинкари, да, девочки кинкари, они ставят Радхики на лох, тихо. Но в чем тилок, да, вот как Дамодара мне понравилась, говорил, тилок удачи, удачи вот в этом ее постижении, чтобы она всегда была первая, чтобы она его побеждала, чтобы она его топила, чтобы она катала. И вот они наносят... Да, и наша рупа-маджари, да. Одна из кинкари, она вешает ей, знаете, медальончик, медальончик. Но этот медальончик, он, знаете, как с драгоценным камнем, он договорен, он, знаете, как он для того, чтобы напомнить Радхики и войти в состояние прямо в Айтхики. Сойти с ума при нем, представляете, Рада, она вызывает эти состояния, она может их, она, знаете, как она не спонтанно падает. Они повесили медальончик, чтобы, взглянув на него, она прокатила, прокатила своего мохана вот на этой волне, любовного гнева. Ибо это нравится, да, муха, но это больше всего приносит на кто-то рождение. И также, манжари, да, putting на ее neck, the locket of Пряма Вайчиця. Пряма Вайчиця. Пряма Вайчиця. Пряма Вайчиця. 포мент. И рядом Эти девочки Они садят Из ее эмоций Из ее чувств Они создают для нее подруженьку Которая должна поддержать ее Она сонная Она только что проснулась Что же это за подруженька Она опирается на плечо Которую создали эти мальчики Подружка по имени Юна Юна Цветущее место And Radica Is resting her hand On the shoulder Of her girlfriend Name Юз And Mangerese They created this This Юз Girlfriend Because now Radica Is quite sleepy So she needs some Something to put Someone To rest on someone Сейчас наша рада, она окружена этими мандерами, как этими пчёлками, да, её пхавами, она тогда была в книге, они представляют её ментальную, частичную деятельность, вот эти пхавы, эмоции, которые, в свою очередь, сосредоточены только на играх, только на играх, на счастье, на Ананде, её возлюбленного Кришны, Мохана Гарина. И здесь, Ананта, Баба Джи Махараш, в его комментариях, он говорит, что сейчас радика окружена с мандерами, как флорка окружена с пчёлками, и каждый мандерий представляет определенный бхава, определенный её состояние. Да, и затем, затем наши, да, нарядили раду нашу, и они сажают туда, забирают раду, ведут с кровати, с ложа, они ведут её и садят, знаете, на что садят? На кресло, такой биосанс, на кресло, но подождите, они садят её на лбу. Гордости, гордости в обители аромат, который сейчас является её телом, и который, и она, и аромат, и всё-всё, что, да, вот это ложа гордости, знаете, как ложа гордости, это гордость за Кришну, а потому что она думает о нём. Гордость за кого? За Кришну. Она говорит, что она её покорит? Сейчас там Дамодара разложит этот момент, разложит. Ты хочешь мне о чём-то спросить? Ты хочешь мне о чём-то спросить? Нет, нет, ещё, я могу идти дальше, Боба. Я пьянею, мы об этом говорили, об создании этих артефактов, то есть как они творят потом эти артефакты любви, эти магические артефакты любви, и они, эти обереги, эти артефакты, они размещают на трансцендентном сладком теле Шримати. И это так, так пьянит, я в этом процессе, прости меня, у меня разум отключен, и я просто в картинах, поэтому не всё нужно понимать. Иногда чувствовать важнее, чем понимать. Дамодар говорит, что иногда чувствовать, чем понимать. То есть он говорит, что я сейчас полностью в этих фотографиях, как Манджаристы ставят эти артефакты, 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 артефакты на радиках. Может быть, мы спросим Гуру Дева, у нас вообще наш Радха-Чаран, дорогой Прабу Махараш, он приехал сейчас к Гуру Деву, может быть, он чем-то поделится, и может быть, Гуру Дев уже нам покажется. Гуру Дев, мы очень рады видеть вас и Радха-Чарана, потому что сейчас он наконец-то находится в Вриндаван, близко к вашему лоттосу. Пожалуйста, можете показать себя? Так, я не вижу. Ну да, эти, а там же сережки еще, блин, ну что, блин, ну какая женщина без сережек выходит, вы, блин, побудьте здесь, мы послушаем обязательно Бабу и Табадару. Радха-Чарана хочет закончить, он очень-очень готовить комментарий, потому что он говорит, что я не могу оставить Радхика-Чаран укомплетенную, потому что это, как, остальные артефакты, остальные артефакты, поэтому он не может поддержать, он хочет поставить эти артефакты в свои глаза. Наши две девочки, они вешают сережки, это прекрасно, да, только что проснувшиеся, намазанные такие мази, да, маслами красиво, украшенные, страстно, да, где-то заложен гнев. И они вешают сережки, но они заговоренные, да, чтобы напоминали с вами, как она любит слушать о нем, чтобы он, и чтобы ей хотелось слушать всегда о нем, и ничего другого, слава, имена, качества его игры, только о них, чтобы она слушала. В этих сережках, представляете, как заговаривает? Проклято, как... Проклято, как... Проклято, как... Имена, качество, слава Ее возлюбленного Шьяна, Кришны, Говинды Они являются единственным потоком Слов, которые выходят за Ее жизнь из нее Только Если у нас только он ли Рады-Рады То у Радхики он ли Кришна Все И она, представляете, это Это его любовь, это хвадди Вот в такой направленности And only words Which we can hear from Radhika's mouth It's only about her beloved Only about Krishna If Radhika Vinda is saying If we are like Sadakas We are saying only Rade-Rade And Radhika is always saying Krishna-Krišna Because she is completely In her passionate love with him And his attributes and all his form and qualities and levels and everything И вот эта наряженная, да, украшенная рада Эротического, любовного вкуса Что он просто безумие И сходит с ума И теряет сознание И она всегда исполняет И знает, как исполняет Все его желания Просто я хотела бы это прочитать Но вот поскольку я одновременно перевожу Я не могу в потоке текста это найти Ну и жалко, что я, конечно, не перевожу прямо дословно Потому что, ну, это слова Бабаджа Махараджа Вот, и я вот Вы потерялись Я не вижу Здесь просто написано всё сплошняком И чтобы мне сосредоточиться Мне нужно прямо вот не слушать А вот сосредоточиться на тексте Одновременно я не могу и вас слушать И запоминать, что вы говорите И искать Я вот, например, не поняла Вот в начале И я потеряла всю линию То есть Либо прям по маленьким кусочкам Если я уже за вами перевожу Ну давайте закончим Я предлагаю, знаете как Вот это всё, это ещё не конец Представляете, мы половину игры прочитали Половина, родные Давайте на следующий Дайте мне слово И тогда я это утихну сегодня Да Пожалуйста Ну а меня уже вот Домодар, как себя Меня четыре дня не отпускает Это игра Вообще Я хочу поделиться с вами Рады, рады Может быть Фунити что-то скажет Матушка И Гауравани, пожалуйста Добавь Я нашла, я нашла Можно я им переведу Я нашла Всё, Джай Я нашла So Шилананта Дас Бабаджи Махараш is in his commentary He is saying That Radhika Makes after all this Шингара Син Radhika Makes Krishna Drink The honey Beverage Called Shiamarasa Erotic Flavors And she always Fulfills All of Krishna's Desires She is a Mind Full of Jewels Of pure Love For Krishna And her body Is filled With all Incomparable Attributes And here it is He is saying He is saying Oh Bhavukha, Bhakta, Vrinda Oh sensitive devotees This is the introduction To the embodiment Of love for Krishna And here it is He is saying Whavukha, Bhavukha, Bhakta, Vrinda And here it is It is It is The The It is Shibat than It is It is но который так же не уснул. Эта лебедица, она плывет на ютубах. И таким образом наша слава наслаждается и соединяется во сне с возлюбленным Шия. Шримуати lies down on the bed, prepared for her by Туласи, like a queen of swans, like Раджа Хамси. Лying on the ocean of milk, enjoying Шиама in her dreams. So, Манджа is seeing her not as a girl, but like a queen of the swans, which is swaying into these beautiful waves of Шиамараса. Да, и наши девочки видят эти кинки, рука и ма, они видят, представляете, вот такой рад, и они видят, что она во сне с ним, она разговаривает, смеется, поворачивается во сне, обрыкается ногами, хохочет, то плачет, а не видят ее такое. Во сне. Да, и сегодня, хотя обычно наша Рупа Манджи, старшая, наша подруженька, сестрица, она обычно, только для нее такая привилегия, делать лично, служить стопам, но она очень милостиво сегодня, видя вот эту однонаправленность и чувственность, ее младшенькой подружки, она передвигает ее. Делать массаж, стоп с вами, никогда она спит. Знаете, Домодара, вот как ты говорила, вот в эти моменты они подключаются, вот в эти моменты они сталкиваются. В эти моменты. Although Rupa Mandjiri usually massages Shemati's feet, she has now mercifully given that service to Tulasi and has taken to the service of Swamini's hands. And that, and Rada Govinda is saying that during this service, they're going deep into her feelings, into Swamini's feelings, and they're able to feel what she's feeling. And our Swamini, представляете, Tuls, вот она, она подползает, подходит к стопам Swamini, в такой любовь, в такой однонаправленности. И Swamini, поскольку она знает, что Rupa ее научила делать такой же массаж, как делает, точно Гавинина. поэтому Swamini очень милость с большой доверием, с единственным доверием к ней. Она помещает свои стопки на грудь Swamini, ибо знает, как она предана, и как она предана служит и служила. Swamini herself mercifully places her lotus feet on Tulasi's chest, knowing how anxious she is to serve them. Because in previous verses we know how Tulasi is able to make, to touch Radhika as Krishna is, how Krishna is touching. So, so she, she's feeling, Radhika is feeling confident about her service. Rasa Rasa Sophani Ananda Dashbaba же говорит 127 молитва. Ее лотосные стопы, Маджи, они стачают, и стачают такой гдар, такой гдар, который сладкий и который пожит ложатся ложатся на сердца, на лотосные сердца, преданных, так преданных, так людьми. И поэтому Tulasi называют ее «О, о, садарь, о, 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 дающее, высшее, дающее, что я хочу». «Ты да ладно, стопы». И Шимати знает, наша слами не знает, ум тулов и помещает эти стопы спеца для нее на грудь. И как сильны чувства близости, да, Анан Таддак Бабаджи говорит, восхититесь, да, уважно, наша гурма-джаря им радость доверяет безраздельно. In Ravi Rasa Sudhanidhi 127 it is said, her lotus feet pour the nectar of sweet rasa over the lotus-like hearts of the devotees. That is why she is addressed here as Sadaya, the merciful girl. Knowing that is on Tulas' mind, Swamini lifts her feet upon her chest. And see Andhra Dugovinda is stressing that please dear Vaishnavas and Vaishnavis see how Radhika is confident about her mate servant ability to serve. А наша рупа магия вот та которая одарила вот этим выше прочувствованным счастьем нашей Туласи рупа магия и вот маза вы очень тихо говорили я не расслышала и там какие-то шумы были наша рупа манжери она садится делать массаж ладошечек ладошечек с вами И наша славяне, она, да, она принимает, чувствует этих служанок, да, она знает, ну-ка, они же ее пхавы, они эмоции ее. Она принимает все этих служанок. Так что, что-то Городев говорит. Рада Говинда, давайте спросим. Смотри, Городев, Раде. Это такая баба-бакури, please. Городев просит сообщить, что он уходит, что уже время тут немножко у нас подошло, и у них бандара, у них кормление вайшнава в какой-то праздник. Раде, Городев. Раде, пожалуйста, Городев, are you pleased by our Zoom? If someone can do, I should make someone host, so you can finish, or? Ну, сейчас вообще 10.30, вы когда планируете закончиться? Сунити, I can make you host, or? He's saying that one last sentence left. One last sentence left. Please make someone the host, I don't know. Можно, да? Да, сейчас делает, Пуньям сделает кого-то, ну, этим хостом, потому что Городеву нужно уходить, у них вайшнавы пришли, бандара, все такое. Ванрама Непре говорит, что она может стать хостом. Я не знаю просто, что для этого делается. So, one last sentence he's saying. Радуга-винда пробует 10.30 уже все. Ну, все, последнее предложение. Вот, креп даю, блин, ну, миленький. Все, это будет прям каждому персонально. Вот, послушайте, последнее. Да, простите меня. Но это, представляете, эти темы, их чувства, да? Единение, чувства, да, поживания. Они так, блин, что она пришли принимать этих девочек равных. Они для нее равных. Она зовет их. Моя рука, моя туси. Моя дободариня. Моя говид добохиди. Моя тадху. Да. Мадови радови, приятни. Каждую она зовет по имени, она знает. И как блаженно сейчас. О, Вайшналь, да. Вживитесь, да, вживитесь. Вы вот в эту тулусь, манджели, руку, манджели. Как блаженно услуришь. Такое обращение. К себе. Что уж говорить о блаженстве. Непосредственного достижения равного такого, как урагунатхи или рупы. И сегодня наша память не просто положила стопку, она ее начинает, значит, положила, Дамодара, и прижимает. Прижимает грудь этой. Груди нашей тулы. Рада Гувинда wants us all to feel, to live in these feelings of Шри Рати, манджели. That how Radhika, how Rati is dear to her, and how Rati is close to her. And how intense is the feeling of Radhika, to her манджели. And he's stressing that not only to Rupa and to Tulasi and another, but to us also, to the, he's saying, to Damodarini, to me and to every Vaishnava. So we are also very dear to her. And Radhika takes her maidservant to her in all respects, and she's calling, like, my Rupa, my Tulasi, how blissful is to hear all this, and what to speak of actually obtaining this in truth. And how mercifully Swamini lifts her lotus feet and put on Tulasi's chest. And not just put, but she's pressing her lotus feet to Tulasi's chest. Yes. Наша радость сегодня своего короля. Чувствуем Урсу Кришну во сне. Из Яма, говорится, что проникает во все, в каждый миллиметр, секундочку, сна с вами. И как же удивительно, особым образом, она сегодня насладилась. И каждая часть тела ее благоухает таким наслаждением, таким наслаждением этого атома, уха, познания, что она принесла ему, она утопила его. Он пожелтел, помните, когда вышла вот эта щелочка, она приоткрыла, глянула, а он желтый, он не с Ямой уже, он Гауров убрал. И наша служаточка плетет. Радика sees... Я не раз. Знаете, как лолочко. Радика sees Раса Раджа, Шикришна, in her dream. Шяма pervades Свамини's dreams. How wonderfully she relishes this. Each of her limbs blossoms up by relishing this sweet taste. the fortunate maidservant maidservant swims in an ocean of Rasa like a boat swimming on these swaying waves. And внезапно, внезапно видение, видение этой иконы исчезает урагунатки. Представляете, вы были с Радкой, вы делали стопы, вы видели ее проснувшись, и это все исчезает. Представляете, вот это, как эта книга Вилавка Кусманжили, мы должны прямо осознавать, что это стенание, то есть это плач безумца, потерявшего вообще всю жизнь, прану, он жадно поет на берегу Радхакунда, молится об этом, поет, молится и плачет, говорит, когда, когда придет эта дверь, когда я в дом, когда ты позволишь этой маленькой служанки твоей подружки, что проливает, проливает потоки в слез сейчас, разуме с тобой это невыносимо, когда ты позволишь сделать мне мазать твоих стол, пока моя кутель будет блаженно мазажировать твои руки. мазажировать into this blissful into this blissful closeness with her in his service, and now everything vanished, so he's in state of great lamentation, and also Radha Govinda is stressing that this book is calling the flowers of lamentation, it's lamentation of some crazy person, crazy in love with his divine Swamini, and so he's praying, he's crying, and he's singing that alas, when will that beautiful day be mine, when will you engage your maidservant in massaging your feet, while tears of loving ecstasy stream from her eyes, and her friend Shirupa Manjari will blissfully massage your beautiful lotus-like hands, i.e. beautiful hearted girl, all merciful rade, when will that blessed day come? And our tussie, tussie, the lost she is crying, she crying, and says, rade, he's crying on the bank of Shiradakund and he's saying that he's lamenting when will the beautiful day will come when I will be blissfully massage your beautiful lotus-like feet he finished his thing and he's asking to share someone who also have some feelings on this maybe some pictures in heart thank you me if I was I have a question I have a question I have a question Прекрасные вайшнавы сидят по ту сторону экранов. И сегодня они смиренно молчали. Я бы хотел услышать хотя бы несколько слов, потому что я полюбил их. Я ещё, не будучи знаком с ними лично, уже люблю их и каждый раз радуюсь, когда слышу обратную связь, когда слышу их голоса, наполненные бхавой. Я хотел бы услышать их. Я хотел бы услышать вайшнавов, вайшнави, которые сейчас находятся у экранов своих смартфонов или компьютеров. Намудар Прабуи saying that our sangha, вайшнавы, who are humbly sitting, who humbly was silent for all these hours, and now he eagerly wants to hear from them, from вайшнавы, who was listening to this class. Because he loves, although he's saying, I don't know you, but I'm loving you so much. I вот вижу там Гаура Прия, может быть она скажет два слова, наша русская преданная, с Украины. Как ей понравилось-то сегодняшнее вообще состояние, любовь, радостики? Рада рада. Пусть она поделится. Два слова. А в ответ тишина, да, в крови на макине? Ну, если выключено видео, может быть, просто факты, они не у экрана. Потому что если экран включен, значит, человек слушает прям с полным погружением. Если нет, скорее всего, это во время каких-то других действий. Просто вот иногда послушал, иногда отключился. Так что такое бывает. А когда у Равани включим микрофончик, да, до Мадара, скажите два слова, пожалуйста. Может быть, мы были слишком дерзки или нетерпивы, или, не знаю. Может, мы никуда-то не туда забежали? Рады, Рады. Гавровани Прабу Рада Говинда is asking to share, and maybe he's saying, maybe I was a little bit daring, and not how to say some like impatient or daring, maybe I was his saying. So please share on this topic if you like. Гавровани Прабу Рада Говинда is asking to share. He wants to make this topic of discussion here. He wants you kindly to share about this moment when Radhika is opening her eyes, when she was sleeping and dreaming about her love. Actually, there are always so many different points in one verse. So it's hard to mention all the different aspects. But Manokya Rida Ye, girl with a beautiful heart. When can a manjuri read the heart of Smarmini? There are many occasions. One occasion may be when Radharani is mercifully, from her own will, is sharing her pictures about her seva in her dream to Mohan. How she successfully served her Mohan and she is opening these pictures to her manjuri's. Что значит «моногий хридае»? Кто может читать сердце о manjuri, когда их госпожа спит? Они видят те картины Севы, которые Radhika готова предложить Mohan. Она милостиво показывает эти картины Севы своим служанкам. You know, sometimes we have these books of photos. У нас есть фотоальбомы. So Radharani is opening this photo-album to her manjuri's. First to Rupa. И Radhika милостиво раскрывает свой фотоальбом для своих manjuri. И первая она показывает его руки. Because she is sitting and massaging her hands. Потому что она массажирует ее руки. So she will see her eyes first. Поэтому она увидит ее глаза первые. Through the eyes, through the glands, she is opening all these pictures to Rupa manjuri. Через взгляд она передаст эти картины своей Rupa manjuri. Then she is taking her feet on the breast of Radhi manjuri. First of all, Rati manjuri's seva is food service. Feet service. У Rati manjuri ее служение это служение лотосным стопам. Radhi. Second of all, she is showing her love to Rupa manjuri. Второе, она показывает свою любовь к Rupa manjuri. In a very subtle way. Очень тонким образом. She is sitting at the feet. Because Rupa is her guru. Rati сидит в стопах, потому что Rupa manjuri это guru manjuri. So the whole verse actually is about relation. It is shown parampara in a special way. In a loving way. On самом деле весь стих он о parampara о принципе parampara о принципе этих любовных взаимоотношений к parampara. And it is also shown how Radharani lovely deals with her manjuri's. Также здесь показано наиболее ярко какие любовные близкие чувства Radharani испытывает к своим manjuri. So the whole verse is a golden frame of the relationships between Radha the manjuri's and the manjuri under them like Rupa with Raghunand. Поэтому весь стих посвящен любовным взаимоотношениям и близости между Radhika и манджари и между манджари как манджари. and we should follow in acquaintance. Мы должны следовать этой последовательности. Very subtle. Очень тонко. The whole thing is very subtle. Все в этом стихе очень такое тонкое. No one will correct us on this path. Никто не может скорректировать нас на этом пути. Even though Gurudev may say yes very nice very nice very good everything fine. Даже Gurudev он никогда не потревожит. Он может сказать да да все хорошо все хорошо. We have to read between the lines. Otherwise we will not get the point. Because this is the way of love. Потому что таков путь любви. So that's why Anandadas Babaji is saying here that the devotees with very fine sentence, very fine attitude fine loving and fine. Поэтому Anandada does Babaji Maharashti называет преданных чувствительными теми, кто разбирается в самых нюансах настроений и чувств. If we follow an acquaintance with fine feelings, very sensitive and we hear and chant this Vilapkhusu manjali radhara sudhanidi the words of the Goswamis, then this is our sadhana. If we feel very good these nuances and try to into these nuances and feel what feels Shila Raghunaha Dazghaslami and other then our practice is верed if we sone astra him if we follow the relationship we hear about here like Rupa and Rati Manjari and between the Manjari and Swamini and отношением которые есть между Swamini and Manjari So if we follow an acquaintance with the words of the Goswamis then it's sure that we will reach Rati and Rupa if we follow this настро in this verse we will achieve the same чувств, что испытывают Рады и Руба. Может быть, еще Мадови может быть, что-то скажет нам? Нет? Рамани. А у нас переводчик Танечка. Во, вижу вас, Ананда Майя. Рады-рады. Ну-ка, включай микрофон. Скажи нам. Рады-рады. Рады вас все видеть. Знаете, у меня сегодня пришло осознание, что мы тут все как калейдоскоп. Все такие разные, и у каждого свои какие-то открытия. Так все красиво получается. Такая карха сладостная. Спасибо большое. Счастливо быть рядом с вами. Рады-рады-рады. Ананда Майя Ирина Майя Ирина Майя Рады-рады-рады. Это все как калейдоскоп. Я не знаю, как это в английском языке это же самое. Это все как калейдоскоп. Это все как калейдоскоп. Рады-рады-рады. Рады-рады-рады-рады-рады-рады. So she was so inspired that she made a video on this, because she could not compare this, she wanted to share, and she showed Gurudev, and Gurudev, he appreciated this, so Gurudeva asked me to put in, Anandamaya herself, she put in Russian Radha Dasyam, and I will put in international Radha Dasyam, with Purti, that she made a video on this topic, so please, please support, please see, and maybe comment something on this Radha Dasyam. How did he see today? Did he see the waking, our Radha Dasyam? Sundaram Prabhu, Radha? Radha Gowin, I'm asking you to share whether you saw this awakening Radhika today during Kadha. Please share something. Sorry, Govinda Mohini, I have very bad coordination today, so can you repeat me what Radha Govinda said, please? Radha Govinda, she asked you whether you saw awakening Radhika during our Kadha, or sleeping Radhika, and what feelings do you have on today? On today's verse, on today's theme. I have to thank you, all of you Russian devotees, because all of you make me cry. It's so sweet and beautiful to hear you, and especially Damodha and Radha Govinda. So sweet, and what can I say? So beautiful. I cry all the time. I take out my camera because I don't like to share. I shy, but so kind, so nice. I know words, but you teach me how I feel. I feel what you feel. So nice. Thank you. Thank you so much. He said yes. I upset you! My little brother! А-а-а, да-да-да. Спасибо. Спасибо, Баба. Спасибо. 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 Спасибо.